Есть связь, все отлично, здорово, друзья, начинаем конференцию. Ну что, майские праздники начались, майские праздники, наверное, у многих продолжаются, это здорово, у многих отличное настроение. И, в общем-то, сегодня нашими новостями я постараюсь вам его еще больше улучшить, ну, как минимум, не ухудшить. Давайте сразу же начнем с места, ой, одну секундочку, к делам. И вот такой вот интересный слайдик. Для тех, кто не очень часто следит за некоторой статистической информацией, сегодня хочу отметить одну важную деталь. То, что действительно на сегодняшний день количество благотворителей, ну, вернее, не так даже, нет, не количество благотворителей, а количество стран, благотворителями, граждане которых уже являются благотворителями системы Global International, сообщество всем миром, достигло 130 стран, и это только официальная информация, которая ведется под счет, по которой с прошлого года, с того момента, как благотворительный фонд всем миром стал центральным объектом благотворительности в нашей системе. На самом деле, конечно, этих стран больше, но считаем мы за официальную цифру именно эту статистику, по которой имеется полная отчетность. Имеется она на сайте Оболитворительного фонда всем миром, вы его все прекрасно знаете, www.ru, коротенький, понятный и легко запоминающийся адрес. И хотелось бы мне, чтобы вы почаще на него заходили, и, возможно, количество стран от этого будет только увеличиваться. Кстати, напомню одну уже достаточно старую акцию, которую мы объявили, ну, наверное, сразу же, как только у нас появилась статистика на сайте Оболитворительного фонда. Это снимочек как раз его монитора, с лайф-монитора поступлений. И акция состоит в следующем, что если вам удастся запечатлеть на этом мониторе состояние, когда все 10 транзакций, ну, вот перед вами сейчас 10 транзакций, и вот если вы сумеете или станете свидетелем такого момента, когда все флажки справа в этом мониторе будут отличаться друг от друга, то есть не будет ни единого повторения, и об этом вы сообщите первым в нашу группу ВКонтакте, там есть специальная темка, касающаяся этой акции, то вы получите приз в размере 100 долларов. Ну, небольшой приз, конечно, да, но дабы просто вам было интересно заходить и мониторить. К слову, по-моему, до сегодняшнего дня, ну, как минимум, никто такой, конечно, скриншот не предоставил еще, иначе бы я не говорил об этой акции. Ну, а во-вторых, я думаю, что такого случая даже еще пока что и не было. Усложняется это тем, что не просто все 10 человек должны быть из разных стран. Это, в принципе, случается достаточно часто. Но вот чем дольше существует наша система, тем больше возникает иногда транзакций упущенной прибыли. Ну, вот как сейчас, к примеру, да, вроде бы как все благотворители, это люди из разных стран, но при этом гражданин Казахстана и гражданин Колумбии сделали несколько транзакций, и в итоге из-за этого флажки продублировали, да, то есть возникла упущенная прибыль у их спонсоров, которые, к сожалению, либо не продлили активность своего аккаунта, либо, может быть, просто забыли об этом, ну, или что-то еще там у них, да. Вот. Ну, ладно, в общем-то, это всего лишь навсего к слову, но новость хорошая. Можете опубликовать эту информацию в своих блогах, твиттерах, фейсбуках, контактах, одноклассниках и так далее, и так далее. Вот. Это информация, которой стоит поделиться. Но раз уж мы говорим о сайте Буквейтного фонда всем миром, то я скажу вам еще об одной информации, которой стоит поделиться и делиться постоянно, это информация о том, что очень большому количеству детей сейчас, в настоящий момент, требуется помощь, а именно помощь финансовая, необходим сбор средств для дорогостоящих операций, а некоторым из этих детей он необходим очень и очень срочно. И вот я сейчас хочу обратить еще раз ваше внимание на историю нашего подопечного, маленького мальчика Никиты Лыкова, в Ленинградской области. В феврале, если вы помните, вы, конечно же, это помните, мы объявляли срочный сбор средств, и история этого мальчика такова, что врачи поставили ему действительно очень страшный диагноз. Я не произнесу сейчас его вслух, но суть в том, что у мальчика онкология, то есть опухоль, сетчатки обоих глаз, и в России это, ну, не просто не лечится, это подразумевает удаление глаз, а дальше химиотерапию, от которой молодой организм, это 6-месячный, 7-месячный на тот момент мальчик, конечно, привело бы это все неминуемо к смерти. И вот единственный вариант, который был на тот момент, то есть в феврале месяце, это лечение в израильской клинике имени Хайма Шибе. израильские врачи пообещали не просто вылечить мальчика, сохранить ему жизнь, но и сохранить ему оба глаза. И вот на тот момент требовалась сумма около 2-х миллионов рублей, она была собрана, собрана достаточно быстро, и благодаря вам, и благодаря поддержке многих людей, не относящихся к системе Гоуклайн как каковой, было обращение и по радиоканалам, и по иным каналам связи, в основном в Санкт-Петербурге. Ну, и благодаря спонсорам, среди юридических лиц, удалось эту сумму собрать. Но ситуация сейчас такая, что мальчик действительно проходит лечение в Израиле, со своей мамой он там находится, лечение идет успешно, об этом вы можете почитать в новостях, в карточке ребенка Никиты Лыкова, на сайте Всемиром. Но ситуация следующая, то что стоимость лечения увеличилась, и увеличилась она больше, чем в 2 раза. Соответственно, для дальнейшего прохождения лечения требуется сбор дополнительных средств, причем требуется он очень и очень срочно, поскольку, как вы понимаете, лечение нельзя прекращать, иначе все, что было сделано до этого, все деньги, которые были собраны, они не будут иметь, наверное, никакого значения, потому что мальчика вернул в Россию, сделает эту самую операцию, и дальше, сами понимаете, что будет. Вот, поэтому мы сейчас будем усиливать информирование по вопросу Никиты Лыкова, по вопросу сбора средств для него, будет это выражаться и в новостях, и в email-рассылках, возможно, смс-рассылках. Вас же прошу тоже, ну, понятное дело, что кто может, тот сам примет участие в оказании финансовой помощи, сделать это очень просто, огромное количество способов оплаты, в том числе для граждан России, это возможность оказать финансовую помощь, отправив короткий смс, куда его отправлять, информация имеется на главной странице, это номер 3116, текст смс www, и дальше цифра, которую вы желаете в рублях оказать помощь, то есть, может написать 100, может написать 500, 1000, сколько угодно, до 15 тысяч рублей за РАД, и комиссия здесь, на самом деле, в фонд приходит очень большая часть, то есть, раньше сотрудничали с провайдерами, которые забирали около 50% в качестве комиссии за смс-платежи, этот провайдер, он сотрудничает плотно именно с благотворительными организациями и разного рода некоммерческими фондами, здесь комиссия около 5-7%, то есть, это очень-очень хорошее поступление, этот способ вы можете использовать, не боясь за то, что длинная доля вашего платежа достанется в качестве комиссии оператора связи. Вот такая информация, прошу принять к сведению и распространить как можно быстрее эту информацию о необходимости сбора средств для Никиты через все имеющиеся каналы связи, это, в общем-то, наверное, задача номер один на сегодняшний день. Ну, а мы теперь переходим с вами к новостям непосредственно системы GoPlan, и я продолжу, соответственно, уже в рамках имеющейся информации, ту информацию, которую я вам озвучил в качестве анонса на прошлой новостной конференции в прошлой понеделье. Информация следующая, друзья, то, что буквально я вам сейчас сразу о нескольких акциях и много интересных возможностей дополнительных перед вами теперь открывается, как финансовых, так и для того, чтобы быть лишний раз на виду, это всегда ценно, значит, смотрите, какие у нас новости. Акция «Быстрый старт» на сегодняшний день, она уже с 1 мая действует, и единственная лишь разница в том, что информация о ней не была опубликована на сайте системы Goldmine. То есть не было его официальной информации. Прямо сейчас, пока мы с вами здесь на конференции, она должна появиться, потому что перед конференцией я этот раздел проверял вместе с техниками, этот раздел работает. Информация у нас по акции следующая, то, что мы будем поощрять тех участников, которые, ну, так сказать, быстро и эффективно берутся за дело с самого-самого старта, поэтому эта акция называется «Быстрый старт». То есть если вы стартуете быстро, то и доход вы получаете больше, чем если вы делали бы это размеренно, медленно или как-то иначе. Достаточно за первый месяц своего участия месяц отсчитывается от даты активации вашего аккаунта, то есть не оказания финансовой помощи, заметьте, а именно активации и не регистрация. То есть как только вы оплатили 5 долларов, активировали свой аккаунт, с этого момента пошел отсчет участия вашего в этой акции «Быстрый старт». Если вы за 30 дней, ну за один календарный месяц можно сказать, пригласите 10 благотворителей, если 10 приглашенных вами лично партнеров станут благотворителями, то есть за этот месяц окажут финансовую помощь, то компания удвоит финансовую помощь, которую вы получите. Каким образом это произойдет? Да, очень и очень просто. Как вы понимаете, пригласив 10 благотворителей, то есть когда 10 ваших лично приглашенных партнеров станут благотворителями, каждый из них окажет вам финансовую помощь в размере 10 долларов. 10 долларов умножить на 10, это получается 100. Ну и соответственно, компания сверху добавит вам еще 100 долларов как бонус за участие в акции «Быстрый старт» за ваше участие удотворное. У каждого участника сейчас имеется, ну конечно, раздел вы пока не видите, раздел вы пока не знаете, но я вам скажу, для того, чтобы после конференции вы могли уже в него зайти и понять, что к чему. Имеется табло обратного, счетчик обратного отсчета, который работает с 1 мая на сегодняшний день для тех участников, которые зарегистрированы ранее, чем 1 мая. То есть мы сделали эту акцию доступной на ее старте абсолютно для всех участников, не только для новичков. даже если вы зарегистрировались и активировали свой аккаунт аж два с половиной года назад на самом старте системы, то вы все равно можете принять участие в этой акции и получить заслуженный приз, если вы действительно того достойны и до сих пор не растерялись свою квалификацию и способны за 30 дней с 1 по 30 мая сделать в первой линии 10 благотворителей. Каждый участник, который достигнет этого несложного в общем-то несложной квалификации получит от компании автоматически 100 долларов на свой кошелет в Валет Ванк и может ими воспользоваться как угодно. Это первая акция, которая уже действует, но есть и еще одна акция, которая действует, она только не последняя, но единственный только раздел пока тоже вам не был доступен, я надеюсь, что он будет доступен но если не сегодня, то завтра, потому что его еще до конца не оттестировали, но ничего сложного нет, думаю, что быстро сделается. Это раздел рейтинга топ-10 самых эффективных участников, ну или иными словами фанрайзеров, то есть людей, которые профессионально занимаются подключением денежных средств для благотворительности в рамках системы Goalline International. И каждый месяц мы решили отмечать заслуги самых активных участников наших. Активность мы соответственно измеряем результатом ваших трудов, который в свою очередь измеряется количеством благотворителей, которые от ваших усилий появились в течение этого календарного месяца. И топ-10 этот рейтинг называется не случайно, поскольку все 10 верхних мест, если вы попадете в топ-10, то вы будете вознаграждены по итогам месяца. Первое место, участник, который займет первое место, то есть наберет максимальное количество благотворителей, пригласит максимальное количество благотворителей за месяц, получит от компании вознаграждение в размере 300 долларов. Второе место 200 долларов, третье место 100 долларов и далее оставшиеся 7 участников до 10 места получат бесплатное подключение услуги бизнес-автомата своему аккаунту на 1 месяц, одно место соответственно. То есть бонусы в пределах 100 долларов получат все, ну а первые два места больше 200 и 300 долларов. Чтобы участвовать в этом рейтинге, вам достаточно всего лишь навсего быть участником системы Гоуклайн, которыми вы, конечно же, уже являетесь. То есть в этом рейтинге автоматически принимают участие абсолютно все, без исключения пользователи и участники нашего сообщества. И для того, чтобы вы поднимались в этом рейтинге, достаточно лишь, чтобы ваши результаты превосходили результаты остальных участников. То есть если вы активно занимаетесь информированием, активно привлекаете новых участников сообщества, соответственно, привлекаете боготворителей и денежные средства на боготворительные вместе с этим, то вы непосредственно получаете финансовую помощь, ваша структура работает, ну и если вы делаете это еще и очень эффективно, то ваш аватар, ваше имя появляется в рейтинге ТОП-10, этот рейтинг будет у нас постоянно, конечно, обновляться по ходу месяца, потому что это живая очередь, можно так сказать, да, ну не очередь, нет, это живой ТОП-лист, кто-то ниже, кто-то выше постоянно будет курсировать, ну и под конец месяца уже станут доступны определения победителей, если кто-то будет иметь одинаковое количество благотворителей в своем зачетном периоде, то есть в календарном месяце, то сравнение дальше пойдет уже по числу волонтеров, если вдруг окажется одинаковым и число волонтеров, то дальше по числу новых участников, то есть просто даже регистрации, вот, но я думаю, что таких совпадений даже не будет и до этого дела не дойдет. Вот, я хотел бы, конечно, видеть здесь присутствующих среди этого рейтинга топ-10, но как только раздел опубликуется, там уже будет какой-то список, потому что 5 дней с начала месяца уже прошло, определенный багаж накоплен, то есть количество боготворителей у кого-то больше, у кого-то меньше, и вот мы увидим уже чьи-то аватары, как только трояльчик откроется. Ну и, пришая вопрос, расскажу, что если вы выбрали, допустим, первое, второе, третье, или любое другое место в этом месяце, то в следующем вы снова можете принимать участие в этом топ. То есть вы автоматически каждый день в нем принимаете участие, результаты засчитываются по окончании календарного месяца, и с первого числа следующего по 30-31 идет уже следующий месяц. Ну, всегда можно будет посмотреть результаты предыдущих месяцев, увидеть, кто же был на каком месте, кто получал бонусы, возможно, увидеть именно знакомые, а может даже и свои собственные. Вот. Ну, еще одна акция, в общем-то, не могу не сказать, это традиционная уже акция раннего бронирования по услуге бизнес-автомат. В майские праздники она такая праздничная у нас получается. С 1 по 10 мая она идет, и в период действия акции раннего бронирования бизнес-автомат можно подключить за очень-очень низкую цену буквально за пол цены, то есть всего за 50 долларов одно место на целый месяц вместо 95. Но эта скидка действует на все абсолютно пакеты, то есть на одно место, на 5 место, на 10 мест. Можно подключать 50-процентную скидку и получать кэшбэк не просто в размере 100%, но и до 200% уже получается у вас гарантированный кэшбэк, то есть возмещение ваших затрат в виде бонусных 5-долларовых пин-кодов, которые вы можете использовать для эффективного построения своей структуры, ну и может быть даже для того, чтобы в топе быть выше других. Вот такие возможности у вас появляются благодаря акциям. Посчитали, да, там сколько долларов сверху вы уже можете получить, если вы активист, не самый такой-то последний новичок и человек, имеющий большие планы. Ну и вот об этом у нас прошу не забывать. Пока что не очень активно я смотрю участники реагируют на приглашение к участию в совместных рекламных кампаниях, поэтому считаю необходимым еще раз донести для вас эту информацию. Очень простая концепция совместных совместного инвестирования в рекламу, то, что недоступно или мало доступно кому-то одному, какому-то единичному участнику становится достаточно эффективным, когда таких участников много и когда они имеют возможность объединить свои финансы для того, чтобы заказать какую-то массированную рекламную кампанию. То есть в технологическом плане это обеспечивает система совместная реклама, которая у нас с вами уже работает. На сегодняшний день три рекламных кампании доступны для инвестирования средств. Это самое инвестирование здесь предусмотрено в абсолютно доступном размере. Это 30 долларов минимальное место для одного соинвестора рекламной кампании. Можно соответственно покупать несколько мест и получать чаще регистрации чем другие инвесторы в соответствующем количестве. Поскольку все регистрации в рамках данной рекламной кампании будут распределены между теми инвесторами, которые собирали эту сумму средств. Предусмотрен лимит всего-навсего в 100 мест и стоимость одного места третий. То есть по 3000 долларов каждая рекламная кампания собирает и запускается. Подробности этих рекламных кампаний вы можете прочитать сами. Сейчас не буду уделять на это много времени. Скажу лишь то, что они все протестированы и можно ожидать намного больший эффект, чем это было год назад, когда мы запускали непротестированные email рассылки, SMS рассылки и баннерные рекламные кампании, в которых эффект был достаточно сомнительный и в итоге мы не стали продолжать сотрудничество с теми рекламными площадками. на сегодняшний день уже протестированные рекламные площадки они здесь представлены. Но ждем, когда соберется сумма необходимая и сразу же эта площадочка запускается. так, ну и еще одна информация, то, что обещал я еще на прошлой конференции, что появятся вот такие списочки инструкций, легкодоступные для ваших новичков и, в общем, для вас самих может быть тоже полезны. Немножечко обманул ожидания, поскольку потребовалось еще время для тестирования внесения некоторых поправок и кроме того внесли свою лепту еще и праздничные дни. Но обещаю, что появятся вот такие инструкции. Завтра думаю, что уже на этапе регистрации, поскольку необходимые правки были внесены. Осталось лишь только настроить. и дальше ярлычок, который у вас сейчас справа присутствует и позволяет быстро связываться с службой поддержкой, будет точно так же насыщаться постепенно видеоинструкциями, текстовыми инструкциями. И сейчас вы уже можете связаться так и дальше. Любой участник, который имеет необходимость задать вопрос, какой-то сможет это делать очень быстро, без визита на какую-то другую страницу, которая сейчас присутствует и вызывает какие-то вопросы дополнительные. Это все ожидаем завтра. Сейчас я не буду задерживать ваше время. На этом я новости завершаю и перехожу к ответам на вопросы, которые может быть у вас появились. Да, вы пока пишете вопросы, я скажу вам еще одну информацию, то, что в праздничные дни 2-го, 4-го где-то в эти периоды мая наблюдались у нас определенные технические проблемы на сайте, в связи с чем некоторые ваши новички могли не справиться с регистрацией именно из-за технических проблем, что-то там могло не работать. Поэтому, если вдруг такие существуют, если вы сталкивались с ними, то можете знать, что на сегодняшний день такие технические проблемы устранены. Это могло выражаться просто в том, что какой-то раздел не работал, кнопка не открывалась, на следующий шаг не переходила, что-то такое. И сейчас можно все это дело возобновить и продолжить. Если такие люди были, то можете написать об этом, если вдруг вас это не коснулось, но очень здорово. Так, теперь перехожу к ответам на вопросы. Что насчет раздела текстовых отзывов. Вот как раз раздел текстовых отзывов у нас сейчас в работе и очень скоро ваши текстовые отзывы и отзывы ваших партнеров в огромном количестве начнут уже быть опубликованными на сайте и их можно будет почитать. Они, конечно, разбавят небольшое количество видеоотзывов, поскольку текстов конечно будет намного больше. Так, когда заработают полноценные зеркала личных сайтов. Сейчас роман сделана во-первых система, которая позволит вам продлить домены, то есть регистрация это одно, продление это другое. Что касается зеркал, то соответственно аналитика потребовала намного больше технических средств, усилий для того, чтобы реализовать. Поэтому ближайший месяц я вам даже этого не буду обещать. Кроме того, ведется у нас работа над рестайлингом. Будет обновление дизайна официального сайта. и это конечно тоже внесет свою лепту в то, что ваши сайты по зеркалам будут выглядеть иначе. конечно это небольшая техническая нагрузка, но тем не менее это нагрузка на наш технический штаб. Дальше Ирина один раз будет акция удвоенная помощь. Один раз Ирина да каждый участник имеет право получить бонус по акции всего лишь один раз и только если сумеет за первые 30 суток своего участия получить 10 боготворителей лично приглашенных. То есть понятно, что когда-то он достигнет их и дальше, но нужно сделать это в течение первых 30 суток с момента акциоциации аккаунта. Но в том числе и к вам это относится Ирина и ко всем остальным присутствующим, то что если вы до 30 марта от мая сумеете обеспечить 10 вновь приглашенных участников, которые станут благотворителями в вашей первой линии, то вы тоже получите этот бонус и удвоен финансовую помощь. Записывается ли текущая конференция? Я думаю, что не записывается, поскольку действительно Алексея Иванова у нас сейчас нет. Может быть, если кто-то записывает, то маякните и после того, как эта конференция закончится, прошу вас запись ее предоставить и может официально другая благотворить. По поводу топ-10 регистрации по бизнес-автомату учитываются как лично приглашенную? Да, Роман, как бы сказать правильно, что источник ваших регистраций не имеет никакого значения. То есть приглашал ли к вам ваш друг или может быть в рекламное агентство вы обратились за тем, чтобы они вам нашли этих партнеров или сами лично своими руками или с помощью бизнес-автомата или через совместную рекламу. Совершенно не важно откуда у вас появились лично приглашенные благотворители. Самое главное чтобы они в структуре находились в вашей первой линии. И с бизнес-автоматом и с чем другим в ТОП-10 без проблем. Какие-нибудь промоушены, Павел? А вот только что вам объявленные промоушены вам не нравятся? Это и есть промоушен. Так, какая ситуация с программой «Богутательный марафон»? Да, этот вопрос тоже ждал от вас. возникли некоторые трудности в проведении пульса технические как раз в период праздничных мастер-праздников, но сегодня все уже должно быть запущено и завтра с утра вы должны уже увидеть обновленную таблицу «Богутательный марафон». Ну и сможете, конечно, дальше принимать участие, акциировать новые места, продать и так далее. И сейчас раздел закрыт и он будет открыть завтра с утра. Так, сумма будет удваиваться полностью? Нет, нет, мистер Пролов. А если вы почитаете, ну, хотя бы так дело сейчас пока почитаете, в разделе достаточно четко сказано, что удвоим именно за 10 благотворителей. То есть удвоение будет достигаться тем, что вам будет предоставлен дополнительный бонус разной из 100 долларов. Ну, а если вы пригласите больше за этот период, ну, это останется неудвоенным, но, тем не менее, я думаю, что стимул это делать у вас есть прямой, да, то есть даже без удвоения это всегда очень круто. А как поисковые сайты реагируют на запрос GoPlaner? Отлично, ДНР, они реагируют на него, можете запросить и увидеть, что ничего страшного в этом нет. Скоро они будут реагировать еще лучше. Отдых за счет компании, за проделанную работу. Будет ли такое? Ну, знаете, Павел, если бы компания, то есть компания GoPlaner немножечко отличается от привычных MLM компаний, которые получают прямую выгоду от любых продаж и оплат и так далее. Компания GoPlaner получает достаточно небольшую оплату за каждую активацию и эти деньги тратятся для поддержания развития проекта. Поэтому отдых компании, ну, может быть, можно придумать какой-нибудь промоушен в итоге, да, объявить за какой-нибудь большой период времени, но я боюсь, что он не будет иметь какого-то весомого значения в плане мотивации участвовать в нем. То есть победить в нем будет настолько сложно, что конкуренция будет очень большая, что каждый в отдельности участник будет для себя думать, что ему это не под силу. Именно поэтому все акции, которые на сегодняшний день есть, и топ-10, и быстрый старт, они выглядят не в плане соревновательном, но топ-10 в плане соревновательном, но быстрый старт, он выглядит доступным абсолютно каждому, зависим только от его усилий. Чтобы обеспечить вам путешествие бесплатно, тут нужно подумать. подумать. Вы знаете, я приоткрою небольшую тайну, что много я уже говорю о том, что будет благотворительный марафон меняться, и вот в рамках благотворительного марафона, в его новой концепции, у нас будут предусмотрены очень большие вот как раз можно назвать промоушенами, призами, вознаграждениями за именно проделанную работу по привлечению средств на благотворительность. Вот там это будет, и остается только дождаться вам, когда это мы сделаем, когда технологически подготовим, дизайнерски, и так далее, и так далее. Но это не будет очень быстро, я думаю, что летом мы должны это запустить. А там будет уже и отдых вам, и, может, и автомобили, и самолеты. Саммит лидеров ожидается ли в этом году? Ирина, пока что у нас нет таких планов, очень много работы, которую предстоит сделать для того, чтобы вывести систему на абсолютно другой уровень, на новый уровень, и в концептуальном плане, в плане восприятия, одобрения общественности и так далее. А вот после того, как это будет достигнуто, будет очень-очень большой повод для того, чтобы и саммит сделать, и открыть огромную франчайзинговую сеть офисов официальных представителей по всем странам мира, и много-много чего еще другого. Поэтому пока что мы даже не думаем о саммите, сделать его очень несложно, опыт в этом уже имеется, и в принципе, если он будет, то может быть даже где-то в тех же числах, где-то в сентябре действительно мы его сделаем. К тому времени должны быть уже точно готовы все изменения и какие-то даже хорошие результаты достигнуты. Еще вопросы если будут задавайте, у нас время есть, сегодня на вопросы время побольше. вопросы не вижу, но что ж, здорово, друзья, тогда. Нет, есть вопросы. Павел, все, что касается офисов, которые будут открываться где-то помимо Санкт-Петербурга, это на самом деле все зависит от участника. Если вы представитель Белоруссии, то может быть и от вас в каком-то роде это зависит. Объединяйтесь, открывайте офис. Если он будет действительно достойным, о нем можно будет опубликовать информацию на официальном сайте. То есть мы таким образом информационную поддержку оказываем людям. Если понадобится помощь дизайнерского плана, естественно, все для этого сделано, имеется фирменный стиль. Ну, а дальше я думаю, что я уже сказал, будут они открываться намного активнее, чем сейчас, поскольку будет намного больше понимания этого бизнеса, чем люди будут заниматься, понимание того, что этот бизнес действительно серьезен, что это не какая-то сказка, не какая-то игра в какие-то там шесть кошельков или кто-то другого может представляет, что все это абсолютно легально, имеет благие цели и серьезные намерения. Конечно, тогда появятся люди с деньгами, которые захотят эти деньги инвестировать в такой бизнес и появляться отписи, повсеместно, я думаю. А там уже и тест-тренинги, и ежедневные любые вебинары и так далее, и так далее. На каких серверах сайт санкций к сайту не применят? Сходи, не бойтесь, санкций к сайту не применят. Это мы стараемся, конечно, не поэтизировать в своей деятельности, иначе мы санкции применили, но здесь все будет нормально. Что ж, друзья, давайте на этом конференцию нашу будем завершать, потому что вам необходимо время для того, чтобы участвовать в топ-100 теперь, для того, чтобы получать вознаграждение за реализацию квалификации быстрый старт, ну и много всего интересного, поэтому благодарю, что сегодня праздничный промежуток между праздниками, ну и так назвать, стиль нашей конференции, обязательно приходите на следующие, кстати, по поводу следующих конференций, сейчас не могу обещать, что у нас в среду в пятницу, в пятницу точно не будет, а вот в среду пока что еще под вопросом, если будут какие-то новости, то я для вас конференцию проведу лично, если нет, то возможно снова увидимся в следующей понеделье, вот, поэтому благодарю всех за присутствие и желаю всем успехов и до скорых встреч, спасибо.